Всем привет! Сегодня у нас с вами Мукбанг. Мы едим обычный мой завтрак. Это в принципе то, что я ем, ну, довольно-таки часто. Это два бутерброда с красной рыбой, авокадо, сливочным сыром и хлеб. Хлеб, ребята, у меня вкусный, цельнозерновой. По-моему, он даже без муки. Покупаю я такой хлеб во вкус вилле. Вот, видите, какой он. Я его поджариваю в тостере, смазываю сливочным сыром, кладу авокадо, ну и рыбку сверху. Вообще, я никогда не посыпаю никакими орехами, ничего. Одно как бы сделала так для красоты. И сделала себе два яйца. Я, если честно, к яйцам отношусь, ну, так, на завтрак 50-50, для меня они тяжеловаты. Но сделала для красоты и передержала. Посмотрите, это яйца, знаете, как будто они, типа, игрушечные. Вот, но все равно попробуем. Вот. Ну и фрукты. Ну и фрукты. Фрукты я люблю. Как бы, многие к фруктам относятся как, ну, типа, к овощам. По факту, ребят, нет. Фрукты это... Это сахар. Это, ну, как бы, это природный сахар в любом случае. Но они тоже сладкие. И нужно расценивать фрукты как такие природные конфеты. Вот. Сейчас, как вы помните, я на правильном питании. В принципе, относительно держусь. Относительно держусь. Вчера у меня был день рождения. Мы ходили на стендап. Ну, конечно, там я выпила пивка. Ну, потому что на стендапе сидишь, как бы, в кафе. Ну, ладно, давайте попробуем. Сейчас все расскажу. Такой вот бутерброд. Ребят, честно... Я раньше думала, что авокадо, ну, это, типа, нечто. Типа, авокадо, да, там, глукамоли, авокадо. Устрицы где-то там. На самом деле, ну, как бы, авокадо, в принципе, стоит денег. Но в среднем можно, типа, 350 за килограмм авокадо. И его нужно покупать, его нужно есть, потому что авокадо очень полезный. О, по-моему, это... Я не знаю, авокадо это не овощи, это фрукты, по-моему. Те, кто подписан на меня в Телеграм, знают, что я бутеры так ем достаточно часто. Я их очень люблю, но, ребят, так же, да, допустим, красная рыба. Тоже такой достаточно дорогой продукт, но... Можно солить самим. Я часто солю сама. И это получается даже, ну, выгоднее, вкуснее, менее солено. Посмотрите, вот эта кружечка. Тут у нас двойное эспрессо. Всем доброе утро. У нас, на самом деле, времени уже 2 часа дня. Я еще ничего не ела, пока ходила гулять с собакой. Пришла. Ну, что, стала тут что-то убираться по дому. Короче, ничего не ела. Ничего не ела, 2 часа дня. Вот это первая моя еда. И, в принципе, я вот, когда стою из дома одна... И, ребят, я вот не скажу, что я реально много ел. Я могу поесть в лучшем случае раз в день. Когда я одна. Но 2 раза в день. Когда мы вместе с мужем, конечно же, да. Там я ем завтрак, обед и ужин. Потому что готовлю ему. Ну, и как-то... Когда дома один, вообще ничего не хочется. Ребят, я еще сниму свой завтрак. Как я делаю завтрак чья-пудинг. И, допустим, с кашей. Просто я и тут... Я сегодня хотела сделать кашу, потому что кашу, на самом деле, я ем. Но... Я уже подумала, ладно. У меня вчера будет день рождения. Вот эти прекрасные цветы. Мне подарили. И, ребят, честно, я люблю цветы. Мне не очень нравится. И если бы я была такой, знаете... Женщина, у которой много денег. И ты можешь покупать все цветы. Наверное, я покупала. Уж просто они в доме стояли. Но, допустим, на данный момент мне реально кажется, что цветы... Это не совсем разумная трата денег. Я не знаю, как вы. Ну, вот я реально... Мне кажется, многим девушкам нравятся цветы. Но, когда мне дарят цветы... У меня в голове счетчик. Типа, сколько этот букет стоил? Можно было мне просто наличие отдать. Но вот так. Как бы я... Отношусь к цветам так. И я их люблю. Мне нравится. Но! Мне не нравится, сколько они стоят. Знаете, мои форматы цветов полевые? Идеально, мне кажется. Вообще, нисколько не стоят. Человек сам себе набрал букетик. Я люблю цветы. Очень красивый букет. Но реально стоимость цветов у меня поражает. Мои подписчицы в Телеграме, мои дорогие друзья, уже знают, что мне подарили. Такой главный подарок на день рождения, который меня очень порадовал вместе с этим букетом. Если тебе интересно, что мне подарили, заходи в Телеграм. Там я все рассказала. Хотя, может быть, ты и так сможешь догадаться. Сейчас хожу в зал. Ходила три дня подряд. Ребята, знаете, что для меня важно на самом деле? Найти классную музыку, под которую я смогу тренироваться. Которую меня будет заряжать позитивом. И я, знаете, смогу прям как в клубе. Для меня это важно, реально. Я нашла такого исполнителя, который пока меня заряжает, и я реально могу ходить в зал. Кого вы слушаете, если ходите в зал? Реально интересно. Но я люблю реально русский рэп. Во-первых, почему я не люблю английский? Потому что... Ну, не, я люблю английский, но менее. Я не понимаю, о чем поют, понимаете? Конечно, есть, допустим, песня с нокдога, которая мне очень нравится. Помните, такая? Вигу, 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 ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вигу, вигу, вигу. Мне она нравится. И мне пофиг, что там поют. Ну, как бы я, примерно, представляю. Но... Просто слушать американский рэп. Ну... Я могу, знаете, когда работаю. Когда мне можно это отключить. А на тренировке ты все-таки ну, должен, знаете, чем-то отвлекаться. У меня русский рэп вообще с этой задачей справляется на ура. Поэтому пишите каких-нибудь рэперов, кого любите слушать. Это как раз та, ребят. Второй бутер. Давайте попробуем яйцо. Но яйцо, конечно, вообще ущербное. Я не люблю такие яйца. Знаете, я люблю, когда яйцо оно схватилось, как бы. Но оно такое нежное. Оно еще не превратилось в яйцо, в смятку. Вот. Смятку я не очень люблю. Я люблю желточек. Передержала. Причем, вы знаете, я-то не хотела их передержать. Я следила за ними. Но они все не подходили. И я их накрыла крышкой. И все. Ну, вот обещала вам ПП. Ну, частично, ребят, ПП. Реально. Потому что хлеб без муки. Я, кстати, сейчас сама делаю закваску. Хочу научиться выпекать хлеб на закваске. Как думаете? У меня получится. Закваску я уже делаю пятый день. Она пока нормальная. Но она пока воняет, знаете. там должен наступить какой-то момент, когда закваска перестанет вонять и начнет пахнуть хлебом. У меня пока она воняет канализацией. Я как сделаю испеку хлеб. Покажу вам. Мне не очень нравится покупной хлеб. Но я покупаю. Ну, вот на самом деле самый вкусный хлеб во вкус Вилли. Но тоже ну, не совсем понятно. Какая-то мука и так далее. Весь темный хлеб в магазинах типа формата супермаркетов он ну, если вы посмотрите состав там даже в черном хлебе будет идти белая мука. Вот это высшего сорта. Она не полезна эта мука. Мне бы хотелось питаться ну, более правильно полезно. Поэтому я хочу попробовать все-таки сделать свой хлеб на закваске. Я уже купила себе обдирную муку, обойную муку или отбойную. Но вот этот хлеб он называется жидный. Он вкусный. вы знаете, что не каждый хлеб подойдет к рыбе. Потому что часто хлеб перебивает вкус рыбы. Ну, такой, знаете, слишком хлебный. Вот в этом хлебе прекрасно все. Да? Чарли уже кушал. Сегодня, представляете, он бегал на улице сам без поводка с собаками. Чарик, ты моя собака. Пришел. Хочет что-то тащить на ягодку. Будешь? Вот. Поэтому попробуем. Что получится, не знаю. Если у меня получится хороший рецепт, я найду какие-то секреты. Потому что хлеб печь реально сложно. Нужно знать технологию. Чтобы он был как в магазине. Я обязательно сниму видео, расскажу. Но пока у меня еще закваска делается. Если получится, будет интересно. Потому что наверняка вы видели на ютубе есть такая девушка. Она печет хлеб. Может не видели, я не знаю. Но она популярна достаточно. И типа у нее курсы, как она печет хлеб. На ее закваске тоже. Вот. И она такая говорит вот моя буханочка хлеба стоит 400 рублей. Это совсем недорого, я считаю. Ну, наверное, да. Наверное, это недорого. Если ты хочешь как-то с хлебом еще заработать, сама печешь в своей духовке, это не сильно дорого. Как бы, вот, но ну, как бы, я не хочу ее курсы покупать, потому что столько видео на ютубе про эту закваску и как печь хлеб. Короче, ну, вы поняли. Все можно найти реально на ютубе. Вот, короче, если получишь закваска, все расскажу. обычно я ем половинку авокадо. Сейчас решил целый. Ну, для видео. Что, съел ягодку? Да. Собака сын реальный. Ребят, как-нибудь я вам тоже расскажу, кому интересно, кстати. Пишите, просто не знаю, потому что я эту тему как-то затрагивала про собаку. Я же с детства хотела собаку. И вот как получилось, что мы его завели, с какими трудностями мы столкнулись. А трудностей реально было с ним очень много. Потому что, знаете, не все собаки идеальные. Как нам показывают в фильмах, типа, знаете, Марли и я, там он такой преданный. Нет, у каждого вообще абсолютно свои какие-то закидоны. В первую очередь это животное, в первую очередь. И много вообще нюансов. Реально много нюансов. И вот Чарли у нас до сих пор, допустим, он не сказать, что это идеальная собака. Он еще чудит, но раньше он еще больше чудил. Я вам скажу, мы офигевали с него. И плакали. Зачем завели? Поэтому, кому эта тема интересна, кто думает завести собаку, пишите обязательно. Мне будет тоже очень интересно снять такое видео, потому что собаки это, конечно, не знаю, мне кажется, собаки, может быть, все-таки они самые лучшие на земле, они люди. Собаки стоят на вершине эволюции, что они так вот нас приручили. сегодня у меня запланирована встреча с коллегой, моей бывшей коллегой по работе. Она мне звонила, вчера поздравляла. и ну я, знаете, я такая, я все в прямую говорю, давай встретимся, сколько можно переносить, а она такая же, как я. вот, и договорились сегодня встретиться. Не знаю, получится или нет, потому что она вполне может отменить. Я, честно, не против. Я особо не люблю ни с кем встречаться, обычно все приезжают ко мне домой. Не люблю, знаете, ходить по улицам, вот это вот, тем более такая погода. не самое приятное, я очень жду весну. Чарлик тоже ждет весну. Ему надоело в комбинезоне ходить, да, по улице. Чарлик, короче, всегда ходит в комбинезончике, а вчера мы поздно пришли, и я его вывела не в комбинезоне. Ребята, он так домой несся, ну знаете, просто как бы быстренько, на 5 минут мы вышли, он обычно не хочет домой заходить, а тут без комбеза ему холодно, и он скорее-скорее домой-домой. Такой вот завтрак у нас вышел. Честно, два бутерброда это сытно, ну как бы обычно я ем один, но у нас все-таки макбанг. Мой обычный завтрак выглядит это один бутерброд, и там либо чуть омлета, либо яйцо, либо каша, но я стараюсь бутерброды с кашами не смешивать, вот, чтобы ну, чтобы очень много углеводов не было. А так, как вам? Делаете ли вы такие бутерброды? Попробуйте хлеб жидный, если вы не пробовали, он стоит 70 рублей, но этого стоит он реально без муки. собака любит авокадо, кстати, он. Кто-то мне написал, что вот ты ешь, а собака лезет, типа, некрасиво. Ребят, вы просто, наверное, не в курсе, но у меня кошка по столам ходит. У меня животные дома, ну, честно скажу, на первом месте. Им можно все. тут как-то заводчица Чарли писала, что я очень сильно его балую, но я правда заводила животных, ну, я люблю очень животных, я от них кайфую, получаю огромное удовольствие, и когда они рядом находятся, у меня, знаете, нет такого, что там лежать, сидеть. Конечно, Чарли знает команды, но мы много времени прям в обнимку проводим, поэтому для меня как бы это очень естественно. Вот, наверное, меня вот такой собачки поймут, то, что ты все время там с ним в обнимку везде сидит, смотрит, что надо. На еще ягодку. Боже, девочки, вы видели, как он берет? Какой, знаете, Чарли, у него мордочка как у верблюда. Вы вот трогали верблюда в зоопарке, кормили его? Вот, это Чарли, понимаете, мой верблюжонок. Вообще, Бостон Терьеры любимая моя порода собак. Честно скажу, я очень, очень им довольна, потому что именно по его, даже, знаете, так, эстетике, так скажем, по его строению мне как собака очень, очень нравится. Вот, конечно, я люблю и французских бульдогов, я вообще такая бульдожница, но вот Бостон Терьер это вот такая, знаете, смесь Терьера и Бульдога и очень такая удачная, и прям такие собачки, ну, и не похожие как бы и на Терьера, и на Бульдога, то есть, ты знаете, тело такого Терьера поджарое, а такая голова и мордочка аккуратного Бульдожки, очень такого аккуратного. Вот, ну что, все, что-то разболталось, сегодня такое видео у нас с вами, ну, просто вот встретились, мы с вами сегодня встретились за завтраком, может быть, у вас ужин или вообще вы смотрите ночью на диете, ну, да, вот так, такая у нас с вами любовь через интернет, ребят, я вас всех целую, обнимаю, желаю всего самого-самого, если ты на диете, держись, я с тобой, я тоже на диете, пойми, я сейчас поела, я не буду есть целый день сейчас теперь, что-нибудь там перекушу вечером, я тоже на правильном питании, вот, тоже борюсь с лишним весом, хочу быть здоровой, чего и вам желаю, вот, поэтому ешьте правильно, не пейте много кофе, любите собак, и подписывайтесь на мой телеграм и ютуб, все, всем пока, чаты, скажи, всем пока, субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok